Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр, канал Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как справляться с сущностями. То есть сущности это, по сути, психоэнергоинформационные структуры, которые влияют на нас. И они распознаются часто как что-то отдельное от нас. То есть мы можем это видеть как проявление какой-то энергии, мысли, ощущения. Они находятся в пространстве, в пространстве нашего тела, или может быть где-то даже далеко. Но мы их каким-то образом ощущаем, то есть через их проявление. То есть они сообщают нам какие-то идеи, мысли, влияют на нас. И мы чувствуем это как определенное влияние. То есть вы можете почувствовать это как давление, или как какую-то эмоцию, как какую-то мысль. И таким образом мы можем соединиться с ними и понять, что это за сущность, и каким образом она влияет на нас. То есть наша цель, по сути, это очищение. То есть очищение в каком пространстве, чтобы мы были целостными, чтобы наше пространство было чистым, и мы могли осознанно принимать решения. И вот когда сущности влияют на нас, то они могут свои решения, свои какие-то суждения накладывать на наши решения. И мы будем их ошибочно принимать за свои. И действовать в соответствии с пожеланиями этой сущности. Точно так же, как вот в прошлом видео я говорил о том, как справиться с воздействием извне, это тоже определенная часть воздействия. Только оно немножко другая. То есть вы наверняка чувствовали, бывает попадаешь даже в какое-то пространство, где много вот этого энергетического заряда. И вдруг начинаешь чувствовать себя совершенно иначе. То есть приходят какие-то другие мысли, начинаешь куда-то уходить в сторону со своего жизненного пути. И вот тут важно понять, что ты это духовное существо. И вот вернуться в свое вот это исходное состояние здесь и сейчас, в состояние покоя, радости и счастья. И в этом состоянии можно действовать действительно осознанно. То есть осознанно это понимая, что делаешь, и дальше реализовывая этот жизненный потенциал. Вот в этом состоянии действительно происходит все самое важное и ценное. И поэтому, когда я провожу человеку процессы, процессинг, то есть я ему позволяю взглянуть, что влияет на тебя, откуда это влияние исходит. И самое главное, мы урегулируем его. То есть смотрим, как оно возникло, что оно, почему оно проявляется и убираем вот этот вот негативный заряд. То есть влияние это все, что, скажем так, не дает человеку быть в настоящем моменте здесь и сейчас, осознавать то, что происходит и принимать решения. Из этого и состоит способность, то есть это наблюдать, принимать решения и действовать. И вот когда у человека есть вот эта способность, да, то есть тогда он может корректно взаимодействовать с окружающим миром, с собой, с другими людьми. Вот в этом вот и есть прекрасность, да, человека, что когда человек осознан, у него эта способность проявляется. Если у человека она не проявляется, значит что-то мешает ему. И моя цель это помочь разобраться, что мешает. То есть, например, если у человека проявляется какая-то боль, неприятное ощущение, почему оно проявляется, как оно к нему пришло. То есть, возможно, он пообщался с кем-то и это передалось от другого человека. Или у него была какая-то психотравма, да, или может быть физическая травма. И это записалось и теперь влияет на него. То есть, раскопка. Раскопка в каком плане? То есть, мы копаем и смотрим глубже, почему у человека то или иное состояние. Если человек попадает постоянно в неприятности, значит, вероятно, что-то влияет на него, какая-то сущность. И наша цель ее распознать и убрать из пространства человека, чтобы она перестала на него влиять. И то же самое у человека уходят при этом какие-то негативные ощущения в теле, которые вызывала эта сущность. То есть, боль, страх, негативные эмоции, бессознательность. То есть, все вот это уходит и человек освобождается. То есть, у него появляется больше энергии, больше жизненной силы и больше понимания. И вот в таком уже гармоничном состоянии человек может справляться со своей жизнью и действовать осознанно. То есть, действовать так, что, соответственно, жизнь будет помогать ему, а он будет помогать жизни. То есть, это взаимосвязь. То есть, имеется в виду, что когда человек в настоящем моменте, то он не напрягается, да, то есть, не напрягает жизнь. А действует как бы как по наитию, да, то есть, вот в соответствии со своими знаками судьбы. Я тоже говорил в этом о своем видео. Что бывает человек, ну, как бы всеми силами, усилием хочет чего-то добиться, но это не получается. И вот он тогда может выйти из себя, расстроиться, начать злиться, нервничать. Вот. А тут цель в том, чтобы сохранять вот это состояние спокойствия. И вот когда мы убираем из пространства вот эти все негативные сущности, то состояние спокойствия возвращается к человеку, и он начинает жить радостной, осознанной жизнью. То есть, у него возвращается вот это естественное состояние гармонии счастья. И то есть, цель вот процессинга, да, практики, она помогает человеку убрать неосознанные шаблоны. То есть, сущность, она неосознанно влияет на человека, и человек зачастую не распознает ее. Вот если он уже ее начинает распознавать, то есть, что это за сущность, какова она, откуда она приходит, вот тогда появляется совершенно другое мироощущение, и он уже начинает понимать, что есть определенные влияния. Когда он соприкоснулся с этим, то, конечно же, он может дальше двигаться, то есть, он может узнать, как она сформировалась, эта сущность, почему она пришла в его пространство. Самое главное, помочь ее регулироваться. То есть, в данном случае это не значит, что как-то нужно ее подавить, обесценить или выгнать из своего пространства, как некоторые делают. А цель в том, чтобы помочь ей освободиться. Она тоже где-то застряла в каком-то инциденте, в случае, как и любое духовное существо. И теперь его как бы драматизирует, то есть, проявляет вот эту вот негативную энергию из него. И когда мы помогаем освободиться, состояние улучшается. Есть множество различных практик по обработке сущностей, и все они сводятся к тому, на самом деле, ну, если брать экологичные практики, да, чтобы помочь ей пройти через что-то, в чем она застряла, и справиться с этим, то есть, освободиться от этого. Давайте сейчас попробуем, как это работает. То есть, мы сделаем такую небольшую сессию, вы делаете то, что я говорю, потом можно будет эту сессию повторить самостоятельно, если у вас будут желания. Вот, сядьте или лягте в удобном для вас месте, где вас никто не потревожит. Закройте глаза и создайте пространство для сессии с помощью вашего намерения. Вот, дальше почувствуйте себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. И наполните пространство любовью. Посмотрите, есть ли в этом пространстве какие-то сущности, которые влияют на вас. Это, может быть, какие-то любые проявления. То есть, я же говорю, болезненность какая-то, давление, страх, негативные эмоции, какое-то странное ощущение. Просто посмотрите на это. И дальше, когда вы почувствовали, посмотрите, откуда это происходит. То есть, вы можете увидеть источник этого. То есть, источник имеется в виду вот как раз эту сущность, которая влияет на вас. Это может быть картинка какая-то, ощущение. То есть, вы увидите это как-то по-своему, так как это к вам придет. Будьте просто открыты ко всему. Вот, когда мы делаем процессы, то и важно быть открытым ко всему, что приходит. Когда вы открыты, то вы воспринимаете, как есть, и это можно уладить. И таким образом, будьте открыты ко всему. Если это приходит, значит, это есть. Дайте ему возможность проявиться. И потом посмотрите, что это. То есть, как оно выглядит. Вот, посмотрите, кто это. Прямо можете спросить его, кто ты. То есть, получить ответ. Сначала что ты, потом кто ты. То есть, ну, и когда вы получаете ответ, всегда давайте подтверждением. Если вы общаетесь с человеком, или с сущностью, или с кем-то еще, подтверждение, это спасибо, благодарю. То есть, оно дает знать, что вы услышали человека, или то, с кем вы общаетесь. И дальше дайте ему тоже задать вопрос. Какой случай ты драматизируешь? То есть, какой случай, в чем ты застряла? Да, то есть, или... Да, то есть, вот таким образом дайте ему пройти через этот случай. Один, два, три раза. Чтобы этот случай перепрожить. Чтобы вышел оттуда негативный заряд. То есть, это существо драматизирует какой-то случай и хочет его перепрожить. И вот, когда вы помогаете ему перепрожить, оно освобождается и покидает ваше пространство. И если что-то не произошло, не покинуло пространство, просто спросите, а что мешает тебе покинуть пространство? Бывает, что кто-то его удерживает, или вы его удерживаете, или еще есть что-то. То есть, дайте ему возможность освободиться. И дайте ему право на свою собственную разумность и право покинуть любую игру. Эти права, это права для любых существ, для любых духовных существ. Они есть у вас, у меня, у каждого духовного существа. таким образом дайте ему эти права и освободите его так вы можете освобождать любую энергию которая есть в вашем пространстве это способ экологичный он помогает в исцелении его можно использовать и соответственно если вы хотите более глубокую проработку то вы можете написать мне для бесплатной консультации я вам расскажу подробнее потом мы сделаем сессию и уладим то что вам мешает вот а такие сессии как я показал может делать либо самостоятельно либо с вашим напарником либо со мной как вам будет удобнее вот если это было вам полезным понравилось то поставьте отметку нравится это палец вверх колокольчик это включить для напоминания о новых видео они выходят на моем канале ежедневно вот вы будете получать уведомления и конечно же если вы еще не подписчик подпишитесь на мой канал и поделитесь этим видео с вашими друзьями также все мои контакты в описании добавляйтесь друзьями пишите ваши сообщения отзывы о том как у вас получилась эта практика также друзья в описании две моих книги это мир и вечного познания полное исцеление их можно скачать и прочитать по ссылкам в описании вот и буду рад вашим комментариям прямо под видео это помогает развитию канала вот на этом будем заканчивать сейчас на экране появится парочка видео посмотрите их это о том как изменить судьбу тоже о процессинге счастье и практика процессинге счастья более полная демо сессия вы можете тоже ее посмотреть и применять подписка на мой сайт и на мой канал то есть заходите на сайт там больше информации обо мне и о практиках процессинга я вам желаю счастья осознанности и до скорой встречи мы увидимся с вами в следующем видео это будет завтра напомню меня зовут шевченко александр канал академия счастья всего вам доброго друзья